Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня я хотел вспомнить интересную ситуацию, которая произошла почти две тысячи лет назад. После того, как Иисус Христос воскрес, у Него были интересные встречи с своими учениками. Это была третья встреча с Его учениками. Так говорит и описывает апостол Иоанн. И вот на этой третьей встрече была личная беседа, такая душепопечительная беседа с главным апостолом, можно сказать, с апостолом Петром. Иисус Христос спрашивает у Него следующие вопросы. «Петр, любишь ли ты меня?» Иисус Христос спрашивает три раза. И я просто рассуждал и думал, какой урок можно взять для себя с этого. Во-первых, если бы этот вопрос Иисус Христос сегодня спросил лично у тебя, дорогой друг, как бы ты ответил или ответила на этот вопрос? Не спеши сказать, конечно же, люблю. Я думаю, что если Петра спросили бы до того, как он отрёкся, то его ответ был бы, да я тебя люблю больше, чем другие. Я за тебя готов на смерть, я готов в темницу. Но прошло чуть-чуть времени, и у него был очень скромный ответ, очень скромная самооценка. Там три раза или даже четыре раза Пётр говорит, ты всё знаешь, ты знаешь, ты знаешь, ты знаешь. Вот так скромно. Иисус Христос, ты знаешь, если я тебя люблю. Если бы этот вопрос звучал ко мне. Помните, этот вопрос когда-то звучал к Ефесской церкви. Много они делали, много трудились, много делали вроде бы хорошего, разоблачали всяких лжеапостолов, всё делали классно, но что-то они оставили. А что оставили, помните? Оставили первую любовь. А вот это страшно. Страшно жить вроде бы как верующий, но не любить Бога. Страшно вроде бы служить Богу, но не любить Его. Это страшно. Я очень не хотел бы, чтобы у меня в жизни или в вашей жизни что-то подобное когда-нибудь произошло. То есть что-то произошло, что где-то ваша любовь, она исчезла. Что-то забрало эта любовь, что-то поменялось. А может ли это так быть? В Ефесской церкви, в церкви, в которой были, можно сказать, лучшие, из лучших начинали эту церковь, это произошло. Может ли это произойти у меня или у вас, что я перестал любить Иисуса Христа? Почему это происходит? Помните, когда Иоанн писал свое послание, он написал, не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Люди начинают любить мир. Мы иногда начинаем любить что-то больше, чем Иисуса Христа. Материальный мир, какие-то материальные ценности, может быть, просто жизнь хорошую, машины, дома, работу, деньги, отдых, свое я, свой авторитет. А без разницы, что у нас есть. Свою семью мы можем так сильно любить и переживать. Больше, чем Иисуса Христа. Помните, какое было условие для того, чтобы следовать за Иисусом Христом? Это и было условие любви, чтобы возлюбить Его, возлюбить Иисуса Христа. Возлюбить Его больше, чем мать или отца, больше, чем свою семью, больше, чем самого себя. Я, честно скажу, я иногда проверяю себя и стыдно, и говорю, Господи, я не хочу Тебя любить больше. И хочется сказать так само, как Петр, Ты все знаешь, Господи. Не говорить, о, я так люблю Тебя, Иисус, а сказать, Господи, проверь мое сердце, если я Тебя люблю. Я хочу Тебя любить, я хочу Тебя любить, но часто я люблю то, что Ты даешь, Твои благословения люблю. Люблю все то, что Ты делаешь для меня. А Тебя лично, к сожалению, может быть не так сильно. Иисус Христос сам сказал, если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. А какие заповеди? Любить ближнего, как самого себя. Любить других. Хранить Его Слово. Вот это Его заповеди, очень простые. Дорогие друзья, вопрос сегодня звучит ко мне и каждому из нас. Любишь ли Ты Меня? Иисус Христос через даль веков спрашивает лично у нас. Любишь ли Ты Меня? Знаешь ли Ты Меня? Может быть, Ты любишь грех настолько сильно, что грех какой-то более интересный. Может быть, стиль жизни лучше нравится, чем просто жить для Иисуса. Давайте проверим себя. Давайте в молитве скажем Иисусу Христу. Иисус, я хочу, чтобы Ты дал мне оценку. Я хочу, чтобы Ты проверил мою любовь к Тебе. И более того, я хочу, чтобы Ты научил меня любить Тебя. Я хочу Тебя любить. Я хочу Тебя любить не просто своим языком, словами. Я хочу любить Тебя своей жизнью. Я хочу любить Тебя всей своей сущностью. Научи меня любить. Ты все знаешь, Господи. Дорогие друзья, будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Аминь. Аминь. Спасибо. Спасибо.